Всем привет, это Лиза Яск, и сегодня мы поговорим, как уже поняли по названию, мы поговорим на тему Мопс, преданный и веселый, четвероногий друг. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, а мы начинаем. Итак. Эта порода собак очень древняя, однако где появились мопсы, довольно противоречивый факт. Некоторые собаковеды утверждают, что мопсы появились на Дальнем Востоке, и пали в Европу исключительно через Россию. Если верить этой территории, то мопсы к нам пришли из Древнего Китая. Другие стараются доказать, что эта порода из-за карлик мастиф, и поэтому, скорее всего, мопсы появились в Англии. В истории мопсы чают довольно часто. Я хотела вспомнить фортуну, мопсы жены Наполеона, которая никогда не разлучалась со своей хозяйкой. В эпоху, которая носила название Рококо во Франции, ее Англии, мопс носа неосъемленным аксессуаром любой дамы знатного происхождения. В наше время, как и даже специалисты, спрос на мопсы пришлось каждым годом. Нежность мопса довольно экзотична и оригинальна. Эта собака небольших размеров, но мускулистая и коренастая. Крупная голова с широкой мордой, которая поставлена на коротенькое туловище. На морде над носом находится толстая складка из кожи, где-то вот здесь у них, да, на лбу. Крупные, широко посаженные, очень обратительные глаза, больше похожи на вишни, чем на глазные яблоки. Кожа на голове вся в глубоких морщинах и складках, шея короткая и мощная. Шесть мопса довольно мягкая и густая, а красный далеко напоминает сиамского кота. Фон в основном бежевый, то есть сами они в основном бежевые. Подушечки лапы, а также уши черные. Трожатся также абсолютно черные, представители породы. Мопс похож на вальяжного и медлительного увольня, который может целый день храпеть на диване. Однако, то я скажу, что это большое заблуждение, но доля правды в этом, конечно, есть. Этот пес на удивление подвижен, даже несмотря на его мягковатую внешность. Просто дает впечатление, что он одновременно находится во всех частях у вашей квартиры или дома. Кроме того, он пытается принимать участие во всех, без исключения делах его хозяев. Начиная от починок хозяйки, заканчивая с собой к грибам. Как и многие другие породы собак, мопсы требуют ухода. Рекомендуется ежедневно расчесывать шерсть, металлическая расческа, чтобы она была здоровая и шоколистая. Делаться неохотимо по линии роста шерсти. У мопсов на морде есть кладки, которые расставляют немало хлопот и требуют особого ухода. В течение дня в этих кладках накапливаются пыль и микробы. Поэтому специалисты рекомендуют разную зелью протирать их специальным лосьоном, не содержащим спирт. Эта порода любит переедать. Поэтому кормит своего четвероногого три раза в день, а всем небольшими порциями. Замечу, что многие хозяева любят подкармливать. Питомство замолчается в круглый шарик, что отрицательно влияет на его здоровье, естественно. Ноги породы рекомендуют тщательно следить за пищей этих собак. Им категорически запрещены слабые и жирные. Необходимо включать в рацион кисломолочные продукты, нежирное мясо, овощи и каши. Кроме этого, необходимо регулярно давать витамины. Стоит сказать о недостатках данной породы. Эти собаки не переносят долгих пищевых прогул в холодное время года, а также сильную жиру. Учитывайте дыхательную систему мопса и берегите его глаза. Да, немотря на некоторые особенности ухода, мопс – это отличный выбор для тех, кто ищет себя приятного и веселого друга. В завершении стать... Ну, да. Подписывайся на канал и увидимся в новых роликах. Пока! Субтитры подогнал «Симон»